Всем привет! Собираемся. Сегодня мы начинаем раньше по техническим причинам. Я нахожусь в Каннах. Назаров Александр, компания Назаров и партнеры на международной выставке по инвестициям, иммиграции и зарубежной недвижимости. И было на самом деле глубокое желание сохранить традицию и провести пятницу без галстука. И я нашел очень интересного гостя нашего, теперь уже, наверное, клиента и партнера. И сегодня, соответственно, я вас познакомлю с некой циклаури, девелопером, представителем компании Ginja Project в Грузии. Пойдемте поговорим. Эфир будет чуть короче. Сами понимаете, время сегодня очень дорого. Ника, здравствуйте. Здравствуйте. Здороваемся. У нас есть традиция, нужно представиться в камеру. Кто вы, откуда, чем занимаетесь. Я начну задавать вопросы. Прекрасно. Приветствую всех. Меня зовут Николас Циклаури, сокращенно Ника. Я работал последние годы в Грузии в основном. Но полжизни прожил в Москве, закончил МГИМО. Потом в Лондоне тоже учился. И последние пять лет уже в Грузии. Раньше занимался крупнейшим инфраструктурным проектом. Железная дорога. Там покутились и карст, руководил этим проектом. Он был одним из руководителей. После того, с 2014 года занимаюсь уже в основном девелоперскими проектами. Выкупаем, находим, потом выкупаем лучшие участки, которые есть в Грузии. Это, может быть, и в Тпилиси. И на побережье Черного моря и в других регионах страны. Потом проектируем. Проектируем мы с лучшими архитекторами. Привлекаем лучших архитекторов и людей, которые... Вы говорили, что, я прошу прощения, перебью, что, возможно, подойдет архитектор последнего проекта, крайне, наверное, правильно сказать, благодаря которому мы и познакомились. Абсолютно верно. У нас в нашей делегации находится Георгий Хмаладзе, который является для меня, с моей точки зрения, лучшим архитектором, как минимум, в регионе. В каких-то областях, может быть, и в Шире. Он уже спроектировал и осуществил несколько таких проектов, которые были признаны во всем мире как лучшими проектами. В том числе и здание автозаправочной станции и Макдональдса, совмещенное в Патуми. И он был признан архитектором в Нью-Йорке лучшей коммерческой площадью. Далее, касательно моих проектов, мы сейчас разрабатываем и на стадии проектирования резорта на побережье Черного моря, где находится черный песок. Очень-очень полезная. Черный песок, это именно прям черный песок? Это черный песок, он магнитит, и он является очень целебным назначением. А где это территориально? Это территориально не доезжает до города Кобулетти и Батуми, Гурийский регион, поселок Шекватили и Уреки. Он был обнаружен немецким пленем в 40-е годы, и потом информация об этом дошла до Лаврентия Павловича и Йосифа Виссарионовича. Потом закрыли это несколько километров побережье, и они уже начали использовать это побережье с целебных точек зрения. А до этого они сплавляли этот песок и получали металл из этих камушек. И камушка песка. Концентрация магнитита в этих песках самая высокая во всем мире. Оно есть везде, и в Украине, и в Центральной Америке, и так далее. Но это значит какой-то оздоровительный эффект? Однозначно. Там даже они планировали построить, начали строить в советское время реабилитационный центр для космонавтов, огромный реабилитационный центр. И с тех пор в Тбилиси мы развиваем огромный проект, огромный с точки зрения значимости, они площади, площадь в районе 10 тысяч квадратных метров, но по значимости он будет лакшери, клубный такой, луксовый дом. Слушайте, я тоже перебью, я не могу удержаться, потому что когда вы прислали этот проект, я начал смотреть картинки, я в прямом смысле слова сказал «Вау», и у меня челюсть отписывала. Что за смелый дизайнер, археархитектор, откуда такие мысли взятие в центре Тбилиси, и органично так вписать еще в горное место, в гористое? Абсолютно верно, вы заметили то, что оно вписано, это он вписан. А есть у вас вот здесь картинки показать? Да, есть, конечно. Он вписан абсолютно гармонично. Вот здесь в ландшафт находится прямо в центре города, вот если кто, вот здесь монастырь отца Давида, и пантеон, где грибоедов, хороан вместе со своей грузинской женой, здесь фуникулер, ресторан, и вот это находится здесь, прямо у подножия Гарим Тацминда. Это самое-самое святое, что есть Тацминда, это святая гора. Ну, такой небольшой лакшери, правильно? Да, всего 20 квартир, каждая квартира от 180 до 450 квадратных квартир. Я так понимаю, что такой дом клубного типа, что вы наверняка будете выбирать жителей, наверное? Обязательно. Мы сейчас все равно, у нас продажи открыты только в закрытом режиме, скажем так, они открыты, но они закрыты, потому что мы там, желающих очень много, но хотели бы, чтобы это было такое соседство, такое очень приемлемое для каждого из соседов. Вам тут уже передают привет из Новосибирска. Привет из Новосибирска, у нас снежок и морозный. Так, один комментарий, странно, или время перевели на час? Нет, Александр, мы просто, потому что Ника сейчас уезжает в Монако, и мы вынуждены были на час раньше провести съемку. Скажите, на какой стадии этот проект и планируемая цена квадратного метра? Значит, стадия проекта сегодня, на сегодняшний день это мы срезали скалу, 50 тысяч кубом, кубических метров. То есть, прямо в скалу прям? Да, скалу срезали, а потом вырезали еще там на 7 метров глубже, потому что там 2 уровня у нас, парковочный уровень, около 60 машин. То есть, еще подземная парковка будет? Да, два этажа. Обалдеть. Там есть, в подземке есть, очень много свободных мест для, как бы, для жилцов, для того, чтобы они там, кроме машин, они там хранили свои личные вещи, коляски, велосипед и так далее. Также будет погреб у нас внизу, который будет с натуральными, как бы со всех сторон будут натуральные, части скалы, которые мы там и оставляем так и нетронутыми. Значит, стадия такова. Мы сейчас уже начинаем железно-бетонные работы буквально через пару месяцев. Мы должны были начать их гораздо раньше, но мы буквально полтора месяца назад обратились к немецким конструкторам и отдали на экспертизу конструктивный проект, и мы решили пойти и строить этот проект абсолютно с новым видением, с новыми технологиями. И будем, скорее всего, использовать технологию строительства Кобьякса. Это вообще новейшее слово. Строительство, по крайней мере, это новейшее слово, что несколько лет как уже используется. И в Грузии только что эта система заходит. И хотим быть первыми. У вас там, наверное, вообще очень много каких-то технологических новинок вы будете использовать в этом проекте. Однозначно. Потому что террасы, они по-самому по себе очень длинные. Скажем так, от зданий террасы выходят от 5 до 7 метров, смотря какой этаж там. Они нестандартные. Каждый этаж является индивидуальным. И, соответственно, каждый этаж, он своеобразный. И самая-самая длинная терраса от дверей выходит в 7 метров. И держать такую террасу в ширину около 7 метров... О нет, да, я это заметил. Средная площадка террасы 30-40 квадратных метров. И это нелегко. Соответственно, здесь решения конструктивнее будут очень-очень серьезные. Касательно стоимости. Начальная стоимость квадратного метра в районе 3000 долларов. Это включая уже под чистовую отделку включая централизированное отопление и конденсирование. Включая потолок 3,7 метра. Включая ШУКО или Рейнерс. Мы ведем с ними переговоры по остеклению алюминовые. Полностью в пол, они все в всю длину. Санкт-Гобен будет остекло само по себе. Коэффициент остекления будет стеклоэффективность будет в районе 1, что очень высокое. Высокый коэффициент. Мы можем даже снизить его до 0,7-х. Это говорит о том, что шумоизоляция, теплоизоляция будет очень высокая. Хотя там шумоизоляция нас не беспокоит. Это распокойное место такое. Очень спокойное. А можете, кстати, чуть больше рассказать о месте, потому что, я не знаю, что происходит, но последний, наверное, год или полтора вот у нас в Новосибирске вокруг меня постоянно разговоры о Грузии. Стало больше туристов в Грузию. Даже некоторые женец и замуж выходят. И прям вот культ Грузии. Открываются рестораны. Мы сами любим грузинскую пищу. И я поэтому и начал тоже посматривать на Грузию с точки зрения проработать в страну и оказывать услуги по зарубежной недвижимости. И приехав сюда, в Канны, я уже несколько раз от разных местных экспертов тоже слышал, что Грузия сегодня популярна. В Грузию все смотрят. Что происходит вообще в Грузии? Расскажу. В Грузии сейчас происходит бум. Скажем так, в хорошем смысле. В Грузии узнали еще больше и еще шире во всем мире. Из России у нас минимум около 10 рейсов в день. О, у нас тоже, по-моему, рейсы открыли прямые. Открыли. Только в Тбилиси. Есть, помимо этого, потом есть Кутаис международный аэропорт, куда летают люди. Есть еще автомобильное сообщение, куда будет. Десятки тысяч человек ежедневно, там, еженедельно пересекают границу. Они приезжают один раз, а потом уже приезжают каждый через месяц, через 2-3 месяца и привозят уже своих друзей, своих гостей. Из Персидского залива очень много у нас туристов из Саудовской Аравии, из Эмиратов, из Ирана, уже не говорим про Иран, там уже наплыв туристов из Ирана. Из Европы у нас очень активно... Так а что произошло? Почему вот прям вот такой масштабный интерес Грузии начал происходить? Потому что реально, с одной стороны, государство начало более активно вести себя на международной платформе и она начала показывать в свою страну широты и достоинства своего государства. И оно есть. Что у нас? У нас есть историческое наследие, огромное. У нас есть история виноделья, которая начисливает около 8 тысяч лет. И уже и французами, и французскими учеными, и другими учеными признают, что более 8 тысяч лет назад Грузия начала заниматься винодельями. Это первое государство, которое этим занималось. И только вот сейчас в Бордо открыли этим летом музей виноделия. И вот Грузия там в течение трех месяцев являлась там как бы принимающей стороной в Бордо. И с премьер-мисс Грузии и президент Франции открывали этот музей как почетный гость. У нас есть природа. У нас есть... В Европе находятся 33 климатических зон во всей Европе. Из этих 33 климатических зон 28 разных климатических зон находятся в Грузии. Представляете, вот такой клочок земли маленький, и вот 28 климатических зон. У нас есть и пустыня, у нас есть горы, у нас есть и горнолижные курорты сумасшедшие, где люди приезжают. Их было там Кудаури, Бакурьяни. Сейчас расширяется, их стало уже 4 курорта. Государство очень активно помогает развитию сектора горнолижного курорта. Побережье у нас прекрасное. У нас есть и Батуны, и Кобуледи, Урек, и Шагатили, где, вот я говорю, там песочный песок, это пляж. Есть Анаклия, где в течение этого лета проводилось в течение двух месяцев фестиваль электронной музыки, в самой длине электронной, фестиваль электронной музыки в Европе. И приезжали туда лучшие диджей в Европе и мира. Более 200 гостей, ну, как бы, диджеев приезжали. И у нас есть термальные воды, там Схалтуба, это лучшая здравница еще со времен Советского Союза. Тпилиси, он является бонеологической столицей тоже, что после всего 2 столицы в Европе, насколько я знаю, Будапешт, Тпилиси, где вот термальные воды идут прямо... Я уже хочу приехать. У нас приезжайте с удовольствием, приезжайте не одни, а приезжайте вместе с семьей, приезжайте с друзьями, коллегами. У нас тут, кстати говоря, уже есть вопрос. С удовольствием. Так, Гамарджоба, Ника, скажите, а кто сегодня строит в вашей стране? Украинцы, китайцы, люди из Средней Азии? Или какие льготы в вашей стране для строителей, по налогам и для инвесторов? Какая доходность от каждого вложенного на 1 доллар и за какой срок? Ну, так, с одной стороны, трудно очень ответить по доходности, потому что, смотря какой проект, где он находится, но доходность очень высокая. Скажем так, по части гостиницы, я вот закончу этот вопрос, то, что вы задали там, по части гостиницы у нас IRR, показатель возврата инвестиций от 5 до 10 лет, что мы вместе с недвижимостью, это смотрел уже там, надо рассматривать, какой участок, где, сколько номеров, этот, или силист, за пределами столицы. В другой стране, государство очень активно помогает развитию инфраструктуры, туризма, в частности, если инвестор приходит и строит, начинает строить гостиницу или гостиничный комплекс вне Тбилиси и Батуми, то в течение двух лет государство датирует кредит. Кредит в основном грузинские банки и международные банки, которые действуют в Грузии, они дают в районе 12%. Иностранцам тоже дают? Иностранцам тоже, надо обеспечить только. Если они все это обеспечивают, то с удовольствием дают. А под залог покупаемой недвижимости это возможно или нет? Все можно. Все можно договариваться с банками. Они нелегкие, скажем так, но все равно с ним можно договориться. Есть ребята, которые договаривались с ними и даже у Кудауру построили контейнерный гостиницу, которая получила очень высокого класса. Контейнерный? Да, из контейнеров построили, дизайнерский такой, очень классный. И вот они, государство датирует либо 10% от кредита, значит, получается, что почти бесплатный кредит у инвесторов, либо датируют комиссию международного оператора. Допустим, они приглашают Черотон, Мариотт или таких-то знаменитых брендов и те комиссионные затраты, которые должен нести инвестор, то это несет уже государство. Соответственно, в этом плане. У нас население Грузии в район 3,7 миллионов, 70 миллионов. Во всей Грузии? Во всей Грузии. В прошлом году мы приняли около более 6 миллионов туристов. В этом году мы ждем уже до конца года перевалиться за 7 миллионов туристов. А то есть удвоение численности населения, это уже прекрасный показатель. И из моих знакомых и друзей из Персидского залива, из Москвы, где я школу закончил, где университет закончил, люди приезжали. А в 90-е, 2000-е, начало 2000-х они даже не хотели слышать о Грузии. А сейчас Грузия везде. Кстати, говорят, первая часть вопроса, кто строит в вашей стране. Я отвечу сейчас, я подойду к нам. И вот они один раз, которые приезжали, они приезжают уже там свои день рождения отмечают, даже женятся. Забудем то, что на грузинах или на грузинах выходят замуж или женятся, они на своих женятся, но приезжают отмечать свадьбу. Там корпоративы отмечают, очень конференции устраивают. Майс Туризм очень сильно развивается. Это очень серьезное направление. Касательно строительства. Есть у нас одна очень крупная компания китайская, Хуалинг называется, которая строит, но они строят для себя. Они построили Олимпийскую деревню, которая проводилась международной, европейской, молодежной. в прошлом году они построили эту деревню, а потом они начали очень сильно развиваться по грузии. Украинцы тоже строят, но они, как они, не строители, они инвесторы, скажем так. Строители в основном у нас местные. У нас нету то есть свои рабочие? Свои рабочие, да. В основном. Турки тоже бывают в пределах Маджарской автономной республики, но очень мало. Они в основном руководящих позиций, может быть, которые контролируют качество строительства, технологии и так далее. Но рабочие руки в основном грузинские. Инвестируют и турки, и украинцы, и Миддл-Ист, Ближний Восток. Из России очень много инвесторов в разных сферах, начиная от пищевой промышленности, заканчивая в русской сфере, горнодобывающие отрасли и так далее. Во всех сферах они есть. Эти русские, вот я сейчас закручу, эти русские, этнические русские, которые ничего общего с Грузией не имели ранее, ни кровных связей, не историческое, скажем так. Есть русские граждане России, которые являются выходцами из Грузии. Это могут быть и самые грузинские, и украинцы, и зиди, армяне, азербайджанцы, выходцы из Грузии, которые возвращаются в Грузию и строят, строят и развивают свою историческую родину. инвестиции в Грузию. У нас много людей, которые смотрят, куда правильнее вложить деньги. Если рассматривать Грузию, то какие города вы порекомендуете, чтобы была максимальная соответственно эффективность, доходность, да, и что в этих городах, какие может быть проекты, да, в какой вид недвижимости, как у вас поживает коммерческая недвижимость или элитная недвижимость, что более привлекательное для инвесторов сегодня? Прекрасно. Я отвечу. Самое главное, надо искать те регионы, которые могут быть интересны туристам дольше по времени, скажем так, по сезонности. Допустим, сейчас делается очень много мероприятий, которые, допустим, будут оживлять в Батуми не только в летное время, но и не в летное время тоже, там, зимой, осенью и так далее. Хотя сентябрь и октябрь в Батуми на побережье Черного моря очень схожи с Лазунным берегом, даже интереснее, чем лето, потому что летом там иногда дожди бывают. Очень интересно Бакурияне, очень интересно Кутауле. Эти два курорта и другие горнолижные курорты и горные местности, где могут быть сезонности круглогодичные. Почему? Потому что там зимой, когда можно кататься на лижах, а летом, когда жарко по Грузии, по всей Грузии, там свежий воздух, можно туда детей поднимать, проводить время, в Бакурияне, допустим, мест не найдете. С июня месяца, почти до середины сентября свободных мест нет, так и гостиницы. И надо отметить, что в Бакурияне до сих пор не присутствует ни один международный бренд-оператор. Они все есть, большие гостиницы есть, все есть, но пока что они управляются грузинскими операторами, собственниками. А почему они побаиваются пока еще? Нет, сейчас они заходят, действующих нет. Сейчас и Гудаури, сейчас 80-й был построен австрийским инвестором Марко Поло, и с тех пор только что Марко Поло. Но сейчас уже Ширатон строится, Тредисен строится, есть другие грузинские операторы, которые там приглашают других. вот так, очень активно сейчас развивается этот рынок. Посоветовал бы обязательно тоже посмотреть Сталону Кахетти, которая является круглогодичным направлением. Там очень интересно то, что это родина виноделья Грузии, и, как историки говорят, и ученые, это мира, мира тоже. И, соответственно, там очень активно развивается туристическая инфраструктура. Люди приезжают туда специально, чтобы обезлить разные виноделия, виноградники. Сейчас у нас закончился в октябре, но в сентябре была активная фаза сбора урожая в Кахетти, хотя по всей Грузии, это и врачинском регионе, где хванчкара, у нас знаменитая хванчкара, или в Меретинске, где тиска, цуликаоры разные, и около 550 сортов грузинских виноградников, сортов винограда в Грузии. Соответственно, есть какие-то, есть некоторые грузинские, я бы назвал меценатами и хорошими, добрыми людьми, учеными, которые нашли и развивают вот эти разные сорты винограда, которые были уже у тебя. А вы не назвали Тбилиси. Тбилиси интересно сегодня вкладывать деньги? Тбилиси очень интересно. А Тбилиси какая численность? Численность реально там говорят в районе миллиона с копейками, но реально больше полтора миллиона. То есть как Новосибирск практически? Да, в Тбилиси я не назвал, потому что Тбилиси он является хабом, он является всегда очень интересным и это автоматически подразумевало Тбилиси, потому что без Тбилиси как-то не представляется даже там. Это больше деловой центр или так сказать туристический? В последнее время становится очень туристичным тоже, но само собой он является деловым центром Грузии и регионом в какой-то степени. Регион Тбилиси всегда был центром Кавказского региона исторически и до сих пор очень многие представители международных компаний открывают центральные офисы в Тбилиси, а потом они уже управляют всем Кавказским регионом, в том числе Азербайджаном и Арменией. Чтобы три офиса не открываться, они вот таким образом. Вопрос такой. Окс, не пейте, сейчас как раз у вас будет возможность. У вас есть самый любимый тост, который вы произносите только для самых лучших друзей? Можно выпить? В Грузии очень как-то ценят гостей из любого государства и без разницы цвета кожи и раси. Гост есть гост и они все приветствуются в Грузии. И вот наш один из первых тостов, когда за столом сидят наши дорогие друзья, особенно из разных государств, мы пьем за гостей, гостей, исторически у нас в Грузии принято, чтобы гости от Бога. Так что мы их всегда приветствуем очень сердечно и я не видел ни одного моего гостя, моего друга, который приехал из России, из Лондона, из Европы или из какого-нибудь ближневосточного государства, который бы не вернулся обратно в Грузию, только уже не один, а сейчас уже с семьями, с родителями, с друзьями, с женами, с детьми и они приезжают и приезжают. И это не то, что там только ко мне и так далее. У меня нет этого круга, везде вот такая сплошная история. Какое мнение в Грузии и ваше личное сформировалось о Михаиле Николозовиче Саакашвили? Грузия, скажем так, мнение очень разное о нем. Мы сегодня решили, чтобы быть политикой. Ну да, да. Ну, при нем было сделано очень много хорошего, интересного, при нем было сделано тоже очень много негативного. Соответственно, история будет судить о том, что он сделал, как он сделал и в развитии государственной грузии в течение тех 9 лет, которые мы управили государством. Сейчас у нас, я могу о сегодняшней ситуации говорить, потому что с октября 2012 года у нас поменялось руководство в стране абсолютно на 180 градусов, руководство в стране, которое абсолютно ориентировано на улучшение благосостояния каждого гражданина грузии однозначно делает все ради того, чтобы вмещательство государства было минимизировано в бизнесе и оно вообще не чувствовалось и оно должно, оно чувствовалось только тогда, когда есть острая необходимость и это шаги в сторону этого делать и продолжается. У нас есть, наше государство является одной из самой безопасной страны вообще в мире входит двадцатку по эффективности, безопасности, по борьбе с коррупцией, по я не помню там за 15 лет чтобы у кого-то у моих знакомых украли либо машину либо телефон. даже так машину можете оставлять открытой мои друзья очень хорошие мои друзья выходцы кстати из Грузии русские ребята которые родились выросли в Абхазии приезжали недавно в Грузию в гости с семьями с друзьями и вот человек забыл рюкзак буквально неделю назад случилось две недели назад рюкзак в такси и он не помнит ни телефон ничего абсолютно и мы заявление даже написали он написал в полиции не могли найти через неделю этот человек как-то через айпад и так далее он оказывается что через неделю через 10 дней он набрал этому человеку и сказал что ваш рюкзак у меня в Тбилиси приезжать забирается он мне зоит я еду забираю и вот так здорово скажите а что за история такая я слышал уже раза два три что в Грузии можно очень просто получить вид на жительство при помощи минимальной сумме 50 тысяч правда это или не правда что это вообще дает грузинский вид на жительство это правда абсолютно это дается вид на жительство на на год насколько я знаю при инвестировании 50 тысяч долларов в недвижимость именно в недвижимость на 50 тысяч долларов тоже немного это немного да ну смотрите но при уже почти год более полугода как Грузия пользуется безвизовым режимом с Евросоюзом так что с грузинским паспортом можно ездить ну то есть купив какую-то небольшую квартирку в Грузии нет нет с видом на жительство нет этот вид на жительство дает право работать на легальной базе в Грузии и жить в Грузии без проблем то есть неограниченное количество времени на год в течение года потом продлевается продлевается но этот вид на жительство не дает право пересекать границы Евросоюза беспрепятствием Этот вид на жительство дает право другим гражданам поддаваться уже на визу, допустим, Шенген уже в Грузии. Это проще? Может быть, проще. А именно и в американское посольство. Допустим, гражданам Грузии американское посольство выдает визу многократную на 10 лет. Скажите, Вы в Канны приехали. С какой целью? Оправдались Ваши ожидания? Нашли ли Вы здесь себе новых партнеров? В Канны мы приехали с целью узнать больше об этом проекте, рассказать гостям конференции о нашем проекте тоже в частности. И узнать вообще о подходе, как мир подходит к аналогичным проектам и как смотрит. Потому что одно дело продавать недвижимость, а другое дело продавать недвижимость. Здесь же не только конференция о недвижимости, конференция о миграции и недвижимости. Соответственно, мне было интересно очень понять, как вот эти два механизма сообща работают в других точках мира. Начиная от Центральной Америки, заканчивая до Центральной Европы, членами Евросоюза, Кипра, Малты и так далее. Я познакомился со многими, устанавливали хорошие контакты. Жизнь покажет, Даша, насколько будем развиваться. Но, по крайней мере, я очень доволен этой поездкой. И вот сегодня тоже буду встречаться со многими. Я встречаюсь с представителями Италии. У них очень интересная налоговая система. Буду больше знакомиться. Хотя я в Италию езжу минимум 2-3 раза в год, но с этой стороны никогда не смотрю на Италию. Буду очень активно изучать практику Малты и Кипра. И, может быть, в какой-то степени буду лоббировать что-то схожее, разработать для грузинского государства. Буду предлагать своим друзьям правительству, чтобы они более внимательно смотрели на эти претенденты. Потому что это даст возможность грузинскому государству привлечь еще дополнительные инвестиции и средства от хороших. Ну вот на Кипре последние 2 года прям взрыв именно из-за получения гражданства. Абсолютно согласен. Соответственно, интерес огромный и очень доволен. Вопрос такой отвлеченный. Есть ли у вас хобби и какое, если не секрет? Хобби есть у меня. Хобби есть проводить время с детьми, что часто у меня не получается. Но главный хобби у меня есть горные лижи. Я обожаю. Я там просто, вот особенно, это Гудаурский горнолижный курорт, где я чувствую себя очень комфортно. Я туда езжу очень часто в зимнее время. Там иногда получается ненадолго. Ну, на ночь, на утро поднимаюсь, вечером спускаюсь всего 100 километров от Тбилиси. Тоже вот в Тбилиси могут быть 20 градусов, а там можно кататься на лижах. Плюс 20, я имел в виду. Там можно кататься в шортах. Девочки там в купальниках иногда на щезлонгах и загораются. А там люди катаются. Так что, тоже вот... У вас прекрасная семья. И ты нашел фотографии у вас в профиле. Но очень красивые дети, супруга. А как зовут детей? Детей зовут... Эмилия зовут дочке, которой год и два месяца. И Лука зовут сына, которому пять лет. И два месяца. А с супругом? Марьям. Да, Марьям. Марьям, да. Вы были в Новосибирске? В Новосибирске не были. Пользуясь случаем, приглашаю. Тем более у нас, получается, мы примерно одинаковые города по численности. Мы, к сожалению, не такой большой туристический центр. Да, но наше, назовем так, правительство, мэрия потихонечку поработает. Нет у нас... Не похожи мы на Лазорный берег, к сожалению. Да, но город развивается. Каждый год там объем строительства. Более одного миллиона квадратных метров. Я думаю, что вы будете тоже приятно удивлены, если к нам приедете. Спасибо большое. Я принимаю приглашение. Да, мы с удовольствием. Нет желания, может быть, более так рассмотреть и с точки зрения бизнеса, инвестирования в какие-то проекты в России, в Новосибирске в частности. Мы вот одна из целей тоже приезда сюда. Я забыл об этом упомянуться. Мне интересно, какие проекты осуществляются и куда можно укладываться. Особенно у тех проектов, которые здесь и в Новосибирске, может быть, тоже. Почему бы и нет, интерес есть. Интерес есть, если я и моя компания не подтянет полностью, допустим. Но мы можем привлечь своих друзей, у которых есть тоже интерес и финансовые средства, возможности. А то есть мы можем обсуждать эти моменты с удовольствием. Я, наверное, буду завершать. Потому что вы попросили сегодня пораньше побыстрее провести программу. У нас есть маленькая традиция. Не буду вам задавать стандартные вопросы, которые я задаю в конце. Прошу оставить послание в будущее. Поскольку этот эфир остается у меня в профиле в Facebook. Потом видео выбрасываем в YouTube. И, возможно, через 2, 3, 5, 10 лет это видео посмотрит вообще вся планета. У вас есть возможность отправить какое-то сообщение в будущее, какое-то пожелание, может быть, даже тост. В Грузии, скажем так, традиционно по грузинским нормам выпьем за... Или, скажем, пожелаем друг другу мир по всем мире. Потому что есть у нас сейчас на Возунном берегу Франции. И это все прекрасное место. Это рай настоящий. Но во многих точках мира не настолько все солнечно и настолько все прекрасно. Так что пожелаем всему миру, чтобы везде было солнечно, везде было тепло, уютно, комфортно. Всем детям, их родителям и правителям в том числе. И чтобы все было прекрасно в этом мире. По максимуму. Надо стараться только. Надо стараться каждому из нас. Надо стараться, чтобы это было вот так. Спасибо. Спасибо за очень интересную беседу. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Ребята, спасибо, что были с нами. Получилась сегодня съемка. Причем не просто получилось. С крайне интересным человеком. С очень интересной информацией. Я давно уже слежу за Грузией. И сегодня прям просто песня. И только бальзам. Ну и, соответственно, мы начинаем работать с Грузией. И в первую очередь, естественно, с проекта, который представил Ника. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok